Стабильная, но напряжённая. Так коронавирусную обстановку в области оценивает региональный Роспотребнадзор. В больницах для пациентов с коронавирусом сейчас развернуто 1329 коек. Из них свободны 27%. Средним коронавирусом ежедневно заболевают от 157 до 162 человек. Если говорить о возрасте заразившихся, то... Самая многочисленная группа у нас за неделю составила группу активного трудоспособного населения. Это 30-49 лет. Рост в группе 65 лет и старше, предположительно, сопряжённо с возвращением граждан с дач, с дачным окончанием дачного сезона. В эти выходные владимирцы отметят День города. Роспотребнадзор напоминает, что праздник не повод расслабляться. В преддверии Дня города, 11 сентября, необходимо не забывать об ограничениях, средствах индивидуальной защиты, дистанции, усиленном дезрежиме, личной гигиене. Беречь себя и по возможности не посещать массовые мероприятия. На этой неделе в область поступило более 440 тысяч комплектов вакцин. Уколоться можно спутником ВИ, спутником Лайт, вакциной Чумакова, Вектором и Ковиваком. Полностью прошли вакцинацию 267 тысяч человек. План по прививкам регион исполнил только на 34%, а в идеале надо хотя бы на 80%. Поэтому жители призывают прививаться активнее. На территории Владимирской области в настоящее время достаточно пунктов вакцинации развернуто, достаточно вакцины, которые поступают в регион, достаточно сотрудников, которые проводят вакцинацию. И на сегодняшний день мы ждем желающих провакцинироваться. Кроме медучреждений в городе Владимире по-прежнему вакцинируют в дополнительных пунктах. Если месяц назад мы видели активность пациентов, у нас были очереди, записи, то сейчас, например, в субботу мы вакцинируем на гастромаркете, у нас бывает такое, что приходит 2-3 человека. При том, что команда медиков выходит из трех человек. Вакцинировались от коронавируса, теперь сезонный грипп. Он тоже никуда не исчез. А если одно заболевание накладывается на другое, серьезных последствий для здоровья не избежать. В регион поступило более 140 тысяч доз вакцины от гриппа. В прошлом году у нас хорошо была проведена иммунизация населения от гриппа, и мы имели хороший результат. В прошлом педсезоне не было зарегистрировано в ходе лабораторного мониторинга ни одного случая гриппа. Интервал между прививкой от гриппа и коронавируса один месяц. Поэтому лучше не мешкать, советуют медики. Особенно важно вакцинировать от гриппа детей. Медработники напоминают, что вакцинация не может полностью защитить от заболевания, но помогает избежать осложнений и летального исхода.